Четвертая глава пророка Захарии в рамках проекта Экзегет, читая свой собственный перевод, его же и комментируем. В третьей главе мы встретились с очень таинственной фигурой первосвященника Иисус, который стоит пред Господом, перед ним стоит еще с другой стороны враг или сатана, который, собственно, ничего особенного не произносит там, но которого Господь обличает. Мы говорили в прошлый раз о том, что это все может быть. И говорили, я такой вывод предложил, что это не пророчество об Иисусе Христе в каком-то прямолинейном виде, вот это Он, будущее, но это скорее пророчество о том, как строится отношение между Господом и человеком, о том, как все это работает, о том, что человек может получить некоторое очищение своих грехов, тот самый первосвященник Иисус, о том, что между Богом и человеком огромная дистанция, непреодолимая пропасть, и она может быть преодолена. Вот Новый Завет, Евангелие об этом как раз рассказывает. А здесь просто речь о том, что надо быть хорошим первосвященником, надо верно исполнять это служение, если уж ты им оказался. В четвертой главе мы получаем еще некоторое развитие этой темы. «Теперь говоривший со мной ангел обернулся и разбудил меня, как пробуждает ото сна». То есть это было все во сне. Оказывается, он уснул, и он увидел это. Такой сон внутри сна. Поскольку вообще все это видит пророк Захария в видении, во сне, но в этом видении он погружается еще глубже. Вот Захария такой очень сложный, многоплановый пророк. А казалось бы, зачем нам сон внутри сна? Фильм такой был, по-английски назывался «Inception», где люди, погружаясь в сон, внутри этого сна погружались еще раз в сон, и там с ними что-то происходило, они там проникали в сознание друг друга. Здесь что-то вроде этого. Наверное, сценарист читал книгу пророка Захария. Я думаю, что это тоже, конечно, попытка какими-то, может быть, внешними словами дать понять, насколько сложно устроено вот это откровение. Не просто хоп, закрыл глаза, увидел некое видение, рассказал о нем, все все поняли. Нет, это некое такое путешествие вот в мистическую, какую-то непонятную самому, может быть, пророку реальности, с которого он выплывает, и в которую он может глубже погрузиться, и в которую ему крайне трудно выразить, и в которой он постоянно видит некие образы. И в четвертой главе мы увидим еще один очень интересный образ. «Итак, разбудил меня, как пробуждает эта сна, он спросил меня, что ты видишь?» Из более глубокого внутреннего сна переходит в некий менее глубокий внешний. «Вижу светильник, весь из золота, сверху на нем чаша с маслом, и на нем семь лампад, и к каждой приведена трубочка». Ну, это обычный такой светильник, который мог стоять и в храме, до сих пор эти семисвечники, они и в иудейской традиции, и в православной традиции широко используются. А трубочка, ну, понятно, потому что, когда есть сверху чаша с маслом, то это масло должно поступать в чаши с светильником, да, там же масло горит именно, и вот нужно, чтобы была такая вот система подачи. Еще раз, тут там две оливы справа и слева от чаши. Это, конечно, уже образ, потому что масло-то оливковое, и из олив, стало быть, выжимается это масло, оно вот как бы капает в эту чашу. Такая не просто конструкция для освещения, но такая конструкция для самовоспроизводящегося света, когда и оливы даруют масло, и масло течет куда надо, и все само загорается. Очень странный образ, и, конечно, нереальный, никакая олива не будет сама по себе давать масло. Это большой тяжелый труд – собрать урожай, выдавить масло. Тогда я в свою очередь спросил говорившего со мной ангела, что это, господин мой? Он переспросил меня, так ты не знаешь, что это? Я сказал, не знаю, господин мой. Вновь и вновь пророк признается в своей растерянности, в своем непонимании даже того, что он сам рассказывает, как сложно все это устроено, как непонятно бывает, что с этим делать. На это он отвечал так. Это слово господник Зарубавили, значит, оно не силой, не мощью, но мощью. Но духом моим, говорит Господь воинств, кто ты, великая гора, перед Зарубавилем станешь равниной, и понесет он креугольный камень под крики «Благо, благо ему». Кто такой Зарубавиль, здесь не сказано ничего, но Зарубавиль – это наместник, наместник персидского царя, такой политический лидер иудейского народа. В прошлой главе мы читали про первосвященника Иисуса, и Зарубавиль – это его политический вождь. Ну, зависимо от персидского царя, но, тем не менее, действующий, ну, не как царь, конечно, но как князь, как такая политическая власть. Вот смотрите, ведь это очень большое имеет значение. Есть первосвященник, есть духовное начало, и есть политическое начало. Они оба важны, и между ними устанавливается некоторая такая гармония, но они раздельны. И поэтому в предыдущей главе упоминается Иисус первосвященника, только он в этой главе упоминается Зарубавиль без чина, без должности, потому что наместник персидского царя как-то, ну, не солидно получается. Мы подтверждаем зависимость от персов, конечно, она есть, но это все-таки не очень приятно, и не в этом дело. Так вот, ни силы, ни мощи, но духа моим. Он политик, Зарубавиль, ему нужно решать политические вопросы, он понимает, что Иудеев подчинение у персов, что у него очень ограничены возможности, что он совсем не царь Давид и все такое прочее, и все тому подобное. Ему надо как-то вот выстоять в этой борьбе. А ему говорит Господь, нет, у тебя мало сил, не бойся, не это главное. Господь даст эти возможности. Гора великая, кто ты? Ну, а кто там может быть горой? Да кто угодно, та же Персидская империя, или какие-то недоброжелатели, враги, которые встают. Вот перед Зарубавилем эта гора станет равниной, он понесет краеугольный камень под крики «Благо, благо ему!». Было ко мне слово Господне. Руки Зарубавиля положили основание этому храму, тот, кто, собственно, организует строительство. И его же руки его завершат. Ну, большая награда, человек начинает некий великий проект строительный, и он увидит его завершение. Тогда узнаете, что Господь воинств послал меня к вам. Кто же будет свысока смотреть на пустяшный день? Ну, вот, видимо, ну, не время сейчас, ну, вот все плохо, все не так у нас, как-то вот плохо очень живем, очень трудно, нет у нас ничего. Вот это все говорится, говорится, пустяшный день. Вот тогда этот день не будет пустяшным, и не будете на него смотреть свысока, когда будут результаты этого дня. Вот мы очень часто так ощущаем себя, я, по крайней мере, вот все зря, все плохо, все не получается, все валится. Если будет результат, мы поймем, что не зря. Но только потом. Обрадуется, увидев в руке Зарававеля отвес, те семеро очей Господних, что озирают всю землю. Тогда я спросил его, что это за две оливы справа и слева от светильника? Я повторил свой вопрос, что это за ветви олив, излевающие золото по золотым трубам? Интересно, ангел, что ли, не расслышал? Нет. Наверное, первый вопрос был неточен. Дело не в оливах. Дело не в том, кто конкретно эти оливы. Дело в том, что они делают. Изливают золото по золотым трубам. То есть вот это вот оливковое масло, оно как золото, оно течет по этим золотым трубам к светильникам. То есть дело не... Мы уже начинаем догадываться, кто эти две оливы, но дело не в том, кто они конкретны. Дело в том, что они дают нечто важное. Вот роль личности в истории. Личностей много, и истории бывают разные, но вопрос в том, какую роль играет тот или иной человек, что он делает, и как это соотносится с неким замыслом Божьим, а не в том дело, какой он сам по себе хороший или плохой. Он спросил меня, «Так ты не знаешь, что это?» Уже вот, ну, мы, наверное, догадались. Был Иисус, был Зарубавель, и вот, наконец, две оливы справа и слева, которые обе питают маслом этот светильник. Тогда он сказал, «Это двое помазанников, предстоящих владыки всей земли». Двое помазанников. Помазанник-первосвященник, он получает свое помазание, когда его делают первосвященником. Это некий обряд, начиная с Аарона, первого первосвященника. И второй Зарубавель, он, конечно, наместник Персов. Он не совсем царь, но он здесь тоже помазанник. Хотя, может быть, и не было никакого обряда помазания этого Зарубавеля, а просто, ну, вот, роль у него такая. Да, Господь его помазал, может быть, не физически, не в каком-то обряде, а в переносном смысле или в духовном смысле. И вот двое помазанников разделения, очень четкое священство и политической власти. То, что в Израиле, в Ветхом Завете, постоянно соблюдалось. Да, какие-то моменты нарушалось, и это, как правило, приводило к плохим последствиям, но неизменно оставалось идеалом. А в Новом Завете, конечно, другая история, но мы о ней сейчас говорить не будем. А видение Захарии продолжится, и в пятой главе мы тоже прочитаем много интересного. Продолжение следует...